доброе утро всем вы на канале дом на колесах и мы сегодня завтракаем вообще путешествуем по америке меня зовут пётр это моя жена люда а это наши мальчики еще нет там 3 вот с тремя мальчиками по америке сегодня уже какой день я уже сбился со счета 17 день говорят пацаны вот мы пьем кофе у меня получился вот такой красивый кофеек жена приготовила бутерброды кофеек огонь новый день начинает сегодня будем в агайо присаживайтесь поудобнее поехали где нашел место чтобы припарковаться ну смотрите здесь заправочка здесь к это какой-то ресторан не понял а заброшенный фуралис там к это гостиница вот ну и здесь смотрю к эта машина и это кусты такие потом фривая видите но я сюда вот так всунулся и спокойно поспали здесь очень много старых зданий каких-то церквей храмов очень прикольный прикольные домики старые узкие просто узенькие домики наверно участки давали вот такого узкие смотри многоэтажки узкие такие вот четырехэтажки так ребятки значит смотрите мы приехали в агайо потому что здесь живут наши друзья мы когда-то с ними жили вместе в крыму они американцы и они в крыму разговаривали на русском языке сегодня будем проверять их не забыли ли они русский язык мы съехали с фривэем уже подъезжаем к нашим друзьям и вот заметили что здесь выкашено порядочек чистый возле фривэя не очень чисто как-то грязнова нам показалось в чем причина карантина просто решили подлатать дороги в америке поэтому что меньше машин двигалась по дорогам устроили карантин как вы думаете такая версия имеет право на существование или нет то есть если это факт факт Назар утверждает карантин объявили обязательно в комментариях напишите ну что это ты или не ты расскажи мне ты американец или кто ты да ну да я американец кажется да да русский не забыл как разговаривать сколько раз ты уже переехал с тех пор как мы последний раз виделись но привет дайте я вас хоть обниму ой 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 давайте тоже обнимать буду как же лили ты выросла привет вот это ваш домик до класс старенький домик такой до какого года он 1881 это сколько ему лет 140 лет ребята 140 лет этому домику смотрите смотрите вау но он хорошо сохранился ты сайдинг поменял похоже слушайте ну это прям мы прикасаемся к истории господа вот такая улица здесь но они не пользуются этим входом я вижу озеро там да когда дождь идет так а шо у тебя с лодкой чё она такая в нем много мусора дряхлая ты знаешь такие русские слова дряхлая спасибо пушкин спасибо пушкин дырка есть маленькая течи там но ничего страшного тут сразу ребятки пошли на батут правильно я сегодня не пойду мне хватит велосипеда так это твой огород это все вот так твой участок заканчивается вот это его да 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 трава там соседа трава соседа да вот это место здесь поток идет когда дождь вот и поднимается хочу здесь засыпать щепень ага понял вот а потом здесь козлы здесь козлы у тебя есть козлы а нет соседями козлы да гонит сюда и не кушать траву понятно вот так с соседом значит скооперировали ну круто классно классно ну слушай мне чем-то напоминает украину да вот такой огород правда большие очень деревья может быть где-то в черкассах и есть такие большие под киевом но не в крыму точно ну классно слушай сколько лет мы с тобой уже не виделись вам уже два года да мы два года назад к ним первый раз приехали а сейчас нас опять занесло так мы заходим в дом к драйденам драйден это фамилия наших друзей значит вот сюда у них здесь вот такой столик правда это вот хозяйка наша аня это их дети значит там у них кухня тут хозяин спускается так тут фоно книги и тут выход вот туда на улицу еще остались старые двери я вижу все но вот так вот все это выглядит этот камин рабочий у тебя да супер классно нет но один хозяин просто как это называется маршрут но из нью-йорка остановил здесь на последние остановки это типа было но остановка там где-то на дороге ага здесь когда эта дверь открыта была значит что будет путешественники да и вы захотите начать здесь бесплатно бесплатно да потому что они верующие были ага покори да вот они жили на этой стороне здесь стена была и наверху здесь еще деревянные окна да и дальше если смотрите 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 стекла какие стекла старые да не кривые еще вау интересно 140 лет этим дверям стекла вау представляете 140 лет вот этому всему давид тут делает особенно модный кофе это белый кофе называется или как это кофе это кофе настоящий кофе просто кофе просто кофе ну что посмотрим чем нас будут кормить американцы мексиканская еда мексиканская еда так огурчики помидорчики очень-очень по-русски по-русски да морковочка не совсем по-русски так чипсы совсем не по-русски мяско это фарш типа поджаренный наверно острый да это бабы там еще наверное какая-то салса я так предполагаю сметанка сыр и вот такие еще лепешечки ой клубника а лепешечки вот так видите как делаются красиво красиво я думаю вкусно тоже вот у нас обед всем приятного аппетита ага вот они уже покрышином лазят смотрите на ней спрятались так ну что мы сейчас поедем на кажется вот на этой тачке и вот на той тачке эту тачку оставим тут ты молодец кстати ребятки как вам его русский язык вот напишите в комментариях чего думаете представляете ты же не родился в россии там или в украине нет уже два года не владею русский язык регула не поле не использую до а в сколько лет ты начал его учить 21 и сколько лет реально ты учила но я жил в крыму семья в крыму лишь 7 образом и изучал русский язык может быть два года по я учительницы а потом все остальное было на ходу с тобой вот так вот называется живой русский язык и вот результат 21 год вообще супер ребят если я в 21 год начал бы учить английский и потом все пожил бы здесь немножко как пить и был бы в преседине все еще учим а не-не-не-не-не хорошо трамп слушай пускай он сам там разбирается я не хочу с этой всей канителью возиться так что едем мы сейчас в даунтаун этого села там говорят красиво в общем месте посмотрим ты мне звонил недавно да сказать что ты бы подъехал ко мне так вот а сын мой ему 15 лет он поднялся наверху и не слышал с кем я общался даже слова не смог понять он сказал джи мое вот наш отец ушел русский папа пришел потому что вдруг я начал очень громко кричать на русском языке но он понял давид ты понимаешь русский язык а разговаривать можешь по-русски да да а что ты ну скажи несколько слов давай с тобой поговорим по-русски как дела хорошо вот так вот американский отец ушел русский папа пришел даже смотри пейте интересно вот все говорят что когда я владею русский язык моя личность изменяется да ты что когда я владею английский я другой человек оказывается вау и чушь все это есть пословица изучающий второй язык поймешь второй дух вау интересно а кажется что у меня два духа вот так вот да ну это либо значит что пословица интересная либо я с ума с ума сошел вот так ребятки так что изучаешь язык изучаешь еще один дух да но мне честно говоря давид меня впечатлял в крыму знаете чем он он делал такие сумасшедшие вещи как мне кажется американцы никто бы так не делал он взял пошел себе купил урал и знаете что делал это в урале он просто брал и гонял по полям без номеров и без без этого без коляски просто на двухколесном урале по полям представляете весело весело было да это было да также ребятки если вдруг вы там нас из крыма смотрите напишите там вам привет всем да американские крымчане итак вот мы находимся в исторической части городка вэйнсвилл он был основан в 1797 году вот мы прямо сейчас в исторической части и поэтому сейчас пойдем немножко прогуляемся посмотрим смотрите ребятки так мы в даунтауне и вот смотрите это что продается а сколько стоит это кто знает сколько это стоит ничего себе вот этот хлам по 20 баксов говорит если у тебя старый дом и хочешь сделать оригиналь сохранить стиль то тебе нужно вот такое окно ты просто его покрасить подреставрируешь но до такой окно ты пластиковая не поставили как посмотрите на это кровать реалитетная железная но ведь в украине тоже таких целая куча но их создают на металлолом а здесь люди умудряются на этом еще сделать деньги только три тысячи три тысячи сто двадцать шесть человек всего лишь а слушай а знаешь какие то по национальностям или по расам какое соотношение здесь живет людей белых черных желтых черных азиатов они все происхождения европейцев да большинство большинство европейцев 96 плюс процентов они у а push а akh а а и а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, получается, что надо было бы ехать в город найти работу Например, косить траву можно без английского языка и получить неплохие бабки даже Но это пахать придется А физическая работа, если связь с кем-то здесь есть, которая может как-то переводить для тебя, я думаю, можем найти работу Хорошо, а здесь люди косят траву сами, они не занимают работе, да? Нет В маленьком городке Нет, даже здесь мы недалеко от большой Но обнадежил Вот смотрите, ребят, вот это окно стоит 29,50 Вот это, мне кажется, более старая, еще дороже Вот это, мне кажется, более старая, еще дороже, 32 доллара будет Давид сказал, что это не антикваря Да, слушай, точно! Смотрите, прикол, который мы нашли в этом антикварном магазинчике Смотрите, написано кровавое воскресенье И цена 1 рубль Разорванные цепи Вот, вот такая картинка На русском языке, вау! Я в шоке! Вот этот магазин здесь продается старые кусочки, старые здания Вау! То есть, они разломают старые здания, да? И сохраняют части Части, то есть, не знаю, окончики, двери, всякая фурнитура Интересно Зайдем посмотрим? Давай, зайдем посмотрим Кстати, вот этот городок раньше имел тут очень дурную славу Здесь происходили грабежи, убийства, разборки, был бордель и так далее Ну, а сегодня, в 2020 году, очень спокойное, тихое место Можно ходить по этим местам, как по музеям И вот это следующее здание, это бывший бордель Сейчас это естественный ресторан Показали вам, вот, даунтаун старый, исторический Значит, в чем его особенность? В основном магазинчики такие, типа, антикварные, короче, всякое старье И зарабатывают мало Это, как бы, культурная традиция Просто проводить время здесь и создавать что-то То, что, к чему, как бы, относятся, как к музею где-то Вот, ну, бизнесом это трудно назвать Поэтому вот такое красивое местечко, красивый городок Сегодня для вас, господа Ребятки, смотрите, вот мы сейчас проезжаем мимо кладбища Которое было основано российским архитектором Это, в смысле, еще человеком из царской России Вот такое вот особенное кладбище в штате Охайо Даже с танком Танк тоже, интересно, российский? Т-34 или нет? Да вроде нет Не знаю, да? Да? Не знаю Вот такое кладбище Смотрите, американцы в черных сапогах по горной речи А наши без сапогов Рыбу ловят руками Рыбу ловят руками? Да Какое? Диджери-дю Что? Диджери-дю Чего? Диджери-дю Из Австралии Из Австралии какая-то труба Это не палка, нет? Труба? Она играет? Из Австралийский, говори, я сдавить Да Давай, играй Играй Вау Ха-ха-ха Не обьешься? Кстати, я ж не себе Детям все Все детям? Пять пиц? Вот так вот Пять пиц везем на ужин Ну что, ребята Сегодня был классный день Мне очень нравится этот штат Этот маленький городок Очень нравится в общении с нашими друзьями И сегодня мы Па-бам Поселились с ними по соседству Да, сегодня мы ночуем с нашими друзьями В смысле, с нашими друзьями Они вот здесь живут А мы вот здесь живем А мы живем по соседству сегодня ночуем Еще Спасибо, что были с нами И увидимся завтра Пока Пока